Привет, друзья, с вами Кик. Сегодня вышла новость, что Кава, компания Кава, Кава Labs, в которую инвестировали на Ripple, они выпустили приложение Switch для моментальных конвертаций между BTC, ETH, XRP, и еще они работают над тем, чтобы добавить DAI и всевозможные ERC-20 токены. Так вот, в чем суперская, так сказать, фишка в этом? Смотрите, все нынешние 90% всех конвертаций делается с помощью эксченжеров, централизованных эксченжеров. Ну, мы видим не каждый месяц, но хоть бы 1,2 месяца разница, и мы видим, что какой-то эксченж хакнули, и много всех было утеряно. А насчет децентрализованных эксченжеров, все это на стадии обещаний, поскольку там не только то программное обеспечение, но все равно то, что, к примеру, предлагает Binance, это отчасти все равно остается централизованным. Плюс, в любом случае, тут есть проблема ликвидности в этих децентрализованных эксченжерах, самое важное – это проблема ликвидности. Так что это все на стадии пока что обещаний. И тут у нас есть Kava Switch, приложение называется Switch. Делаешь download, добавляешь свои карты, XRP, Ethereum, BTC. Кстати, Kava для Switch, вообще для всех своих приложений, оно пользуется ILP, Interlator Protocol. Так вот, это приложение, Switch, оно и базируется на ILP. Они не сразу делают перевод. Ты добавил каждый Ethereum, BTC, XRP, скажем, и тебе нужно BTC сконвертировать свои средства в XRP. То есть, твои средства, это с помощью micropayments делается. То есть, один цент, наверное, или ниже цента, минимальное, я не знаю, сколько будет минимальное, но все равно они с помощью micropayments делают. Когда ты делаешь конвертацию, это не то, что вот сразу отсюда все средства появились тут. Нет, это визуально даже. И эта визуализация, она не просто анимация, там, вот эти шарики, да, каждый шарик – это, в принципе, как минимум один цент. Так вот, получается то, что, к примеру, чтобы конвертировать один биткоин, с помощью streaming payments, таких количества отправляются, делаются пакеты, отправляются в Interledger, конвертируете, отправляете тебя обратно. Switch абсолютно безопасен, потому что основывается на протоколе Interledger. Можете, там огромное количество документации, очень, и для basic, скажем, которые можете прочитать, понять, как все это работает. Так что, я уже сделал download-приложение, сейчас добавлю карты. Там есть два варианта – testnet и mainnet. Можете попробовать все на testnet, убедиться, что вы поняли, как все это работает, и после этого перейти на mainnet. Так что, обещание-обещание, а вот работающий продукт – это уже супер. Ну все, спасибо всем, увидимся.